В Москве 18 апреля 2018 года состоялась партнерская конференция Huawei 2018. На мероприятии, участниками которого стали более 800 технических специалистов и руководителей компаний-партнеров, были представлены планы Huawei по развитию в России и работы с партнерами в 2018 году. Открывая конференцию, перед участниками выступил генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России Сяо Хай Цюнь. Глава подразделения корпоративных решений рассказал о результатах работы Huawei на глобальном IT-рынке и о стратегии в России. За последний год на мировом рынке Huawei достигла впечатляющих результатов. Суммарная выручка за год возросла более чем на 15% и составила 92,5 миллиарда долларов. В секторе Enterprise выручка достигла 8,4 миллиарда долларов, то есть на 35% больше, чем годом ранее. В России у нас в целом неплохие показатели, а сектор Enterprise показал выдающийся рост — более 70%. Мы видим в этом большую заслугу наших партнеров. За последний год около 75% выручки пришлось на партнеров. Это закономерно. Традиционный бизнес позволяет двигаться быстро, но только вместе с партнерами возможно продвинуться далеко. Понимая это, мы создали в России открытую лабораторию OpenLab. И это только один из шагов в нашем сотрудничестве. Особенность российского IT-рынка прежде всего в его открытости перед разработчиками, перед новыми технологиями. Но больше всего перспектив в области ИКТ связано с развитием сегодня в России цифровой экономики. Благодаря этим двум факторам и Huawei, и другие компании на рынке могут на многое рассчитывать. Компания Huawei у нас достаточно длинные взаимоотношения. Началось это практически при... когда организовалась компания Tegrus. Более 9 лет мы плотно взаимодействуем по всему спектру оборудования и программного обеспечения компании. Фокус классический IT-шный оборудование — это сеть передачи данных, серверное оборудование и систем хранения данных. В ходе конференции вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш ввел собравшихся в курс главных тенденций, которые доминируют на мировом и на российском IT-рынке в настоящее время. Детальный обзор позволил участникам конференции с уверенностью обсуждать планы сотрудничества в ближайшие годы, а также делиться опытом и историями успешного сотрудничества с Huawei. Если мы считаем в долларах, тогда Россия попала в первую пятерку в мире по годовой росту. 17% рост был удивительный результат. В следующий год мы прогнозируем, наверное, не больше 3% рост российский рынок. Это, но опять, это сильно зависит от отношения между долларом и рублем. А где будет растет, это новые цифровые услуги и технологии. Например, облачная технология будет еще быстрее растет. И как IDC называют, ускорительные инновации. Это отраслевые решения, которые основаны на интернет-вещи, на искусственный интеллект и роботехника. Трансформация, она, наверное, всегда хорошо, потому что, когда что-то меняется, соответственно, самые успешные компании, которые представляют самую жизнеспособную стратегию для работы на рынке, они продолжают выживать, и компании, которые менее приспособны к таким трансформациям, они, соответственно, отходят на второй план. Мы готовы к вызовам, мы готовы к тем изменениям, которые на сегодняшний момент происходят в России и в мире. IDC — это неотъемлемая составляющая цифровой экономики, поэтому расходы на ID ни в каком случае не должны падать. То есть мы оптимистично смотрим в будущее, мы готовы к переменам, мы готовы сделать все для того, чтобы наши российские заказчики с уверенностью могли использовать наши решения в любые времена.